Здравствуйте, это Вечерний факт на Кубань 24. В ближайший час о самых заметных событиях в жизни края. Вот что покажем. И снова мы плывем по Уругваю, по Краснодарскому. Город на сушке. Краснодар приходит в себя после дождевого потопа, но плавсредства, похоже, далеко лучше не убирать. Потому что безликая, красивая, пусть красивая, но холодная, безликая, такое жилье на Кубани не нужно. Строить не потом, а параллельно. Комфортная городская среда. Главная тема встречи губернатора с гражданами, где о правилах работы напомнили застройщикам. Есть определенный страх, но это просто добавляет ответственности. Профессия, от которой в доме тепло и уютно. Коммунальщики сели за парты. Ради ЖКХ меняют первую специальность. И призы нам дают, и людям не жалко. Обед с видом на море. Если достанется, как в Ейске сметали вареники на скорость. И все ли попали в обжорный ряд? Большая сушка весь день сегодня идет в Краснодаре. Улицы города бороздит откачивающая техника. Насосы не умолкают. Город-миллионник практически на двое суток. Из колеи выбил дождь. Не то чтобы аномальный, и синоптики говорят, на Краснодар больше воды выливалось. Он скорее был уникальным. Случилось редкое стечение атмосферных обстоятельств. Как затапливало улицы, дворы и даже квартиры в многоэтажках. И когда Краснодар придет в себя? Екатерина Пороханяк с репортажем по следам потопа. Его прогнозировали, ждали и даже предчувствовали. Но Краснодар все равно оказался к нему не готов. 12-часовой ливень буквально парализовал краевую столицу. На месте дорог появились реки. Вот так, к примеру, владельцы пытались спасти свои машины на одной из парковок улицы Академической. Плыть приходилось по Буденного, Садовой, Российской, Пригородной, Ростовскому шоссе, Восточно-Кругляковской. Полный перечень занял бы еще несколько минут. Тургенево. Это улица Монтажников. Центр города. Вода затапливала автобусы и маршрутки, останавливала движение трамваев, выключила несколько десятков светофоров по всему городу. Локальный апокалипсис традиционно произошел и на Московской. Впрочем, к подобной картине жители музыкального микрорайона привыкли. И снова мы плывем по Уругваю. По Краснодарскому называется Московская. В итоге Московскую вообще пришлось перекрыть для транспорта. Движение восстановили только сегодня утром, после часа пик. А вот так Московская выглядит уже сегодня на участке от Солнечной до Петра Метальникова. Все еще есть знаменитые гигантские лужи и даже слышен шум прибоя. Автомобилям приходится буквально плыть, но и этому водители рады, потому что еще несколько часов назад и общественный транспорт, и машины двигались по объездному пути, прямо через музыкальный микрорайон, что тоже было не слишком-то удобно. Впрочем, некоторые автомобилисты все-таки оказались в западне. Утонули накануне и до сих пор не могут выехать из микрорайона. Я вчера проехал, хотел пройти там дальше, у меня не получилось. Из-за того, что там практически здесь очень полная была вода. Полностью. Затопило машину, весолон. Я уже со вчерашнего дня мучаюсь здесь. Заглохла машина. Прямо среди дороги. Спасибо людям, что толкнули, помогали. В мэрии отмечают, раньше до строительства ливневой канализации по улице Московской потоп такого масштаба ликвидировали бы несколько дней. Теперь собираются справиться до конца суток. Здесь непрерывно работают три насоса, откачивают около 1100 кубометров в час. Вручную чистят стоки. Потому что мусор забился, люди видите, какие небрежные кидают мусор. Получается бежать. Лога набилась? Вон, видите, вон. Вот мусор выкинул. Лога придется чистить еще? Пока вода не будет. С мусором лебез, но ливневки со своей задачей не справились. Этот факт признают и в мэрии. Уличная канализация рассчитана максимум на половину месячной нормы осадков. В этот раз выпало в два раза больше. А на московской ситуацию осложняют и другие факторы. К этому присовокупляется колоссальный сброс воды с самого музыкального. То есть непосредственно по улице Гомельской все ливневые осадки, скажем так, не только ливневые, идут вот на этот перекресток. Поэтому для того, чтобы полностью там устранить причины подтопления, безусловно, будем дальше модернизировать ливневую канализацию по улице Восковской, в том числе при проектировании новой трамвайной линии. Впрочем, ориентироваться на подобные дожди проектировщики коммуникации не будут. Говорят, невыгодно. Вместо этого попытаются содержать в порядке то, что уже есть. В мае в краевой столице начала работу специальная служба. На данный момент это 16 специалистов и 6 единиц специализированной техники. Под стоящие задачи по приведению стильной канализации служба будет усиливаться. Будет дополнительно в ближайшее время докомпликоваться еще 12 сотрудниками, что даст возможность работать в две смены на то количество единиц техники, которая уже закуплена. А пока ливневая канализация не справляется, бенефис у водооткачивающей техники. За сутки около 90 сообщений о подтоплениях. Вода зашла в огороды, частные дворы, несколько домов, пострадали даже квартиры. Например, в доме по Тополиной аллее всю ночь Екатерина Кривенко провела с тряпкой в руках в полной темноте. Пробки выключила сама, боялась, что убьет током. Хрупкой пенсионерке пришлось вынести около 20 огромных ведер. Град шел. Прям вода стенкой шла. Вот эти, вот эти вот. Видите, капает еще до сих пор. Вот эти еще. Вот уже закончился, да? А вот, видите, капает до сих пор. Вот оно. Все стены квартир третьего этажа уже покрылись грибком. Обои давно отпали. Кровли будут ремонтировать за счет МЧС. Именно на его балансе стоит дом. Материалы уже куплены и только дожидаются своего часа. Мы хотели на той неделе начать кровельную работу. Немножко погода испортила нам. И поэтому, к сожалению, мы немножко перенесем сейчас. Буквально завтра, после завтра по прогнозам посмотрим. Мы будем полностью скрывать старую кровлю полностью. Проведем еще раз осмотр проблемных мест. И начнем заниматься кровельной работой. Я думаю, в течение трех дней мы закончим эти работы. В ближайшие дни приступать к таким работам синоптики не рекомендуют. Впереди опять дождей. Конечно, не настолько мощные, как вчерашний ливень. Его метеорологи уже окрестили уникальным явлением. Неустойчивость в атмосфере, плюс температурные контрасты, тепловая шапка города, интенсивный прогрев на канюню в субботу и затем заток холодных воздушных масс через Черное море обеспечил как раз генерацию облачности как раз в районе Краснодара. Здесь сыграло свою роль и Краснодарское водохранилище, которое явилось своеобразным испарительным водоемом. А для некоторых краснодарцев дождь стал уникальной возможностью продемонстрировать свою оригинальность. Кто-то катался по волнам на розовом единороге, кто-то ловил рыбу, а кто-то отрабатывал навыки плавания или хождения на руках, чтобы обувь не замочить. В общем, чувство юмора даже в экстремальных ситуациях жителям краевой столицы не изменяет. Екатерина Пороханяк, Ксения Галича, Анастасия Маркова, Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар. В общем, июль этого года для Кубани не характерен. Если обычно регион изнывает от жары, а столбики термометров едва не достигают 40 градусов, вот сейчас и отметку в 30 показывают редко. Дождливый или солнечный будет следующая неделя. Можно судить по синаптической карте Гидромедцентра России. Вот так, например, выглядит погодный график для Краснодара. И судя по нему, завтра краевая столица сможет немного передохнуть от дождей, но уже в среду придет новая порция осадков, вероятность больше 70%. С 24 числа ливни с грозами накроют практически всю предгорную зону Кубани. Армавир, Отрадненский, Мостовский районы, весь Большой Сочи в темно-зеленом поле. Это означает, что там пройдут ливни. Ну а уже к четвергу дождевые облака затянут Черноморское и Азовское побережье. Центр и север края из-за осадков станет прохладнее. Например, в Сочи температура воздуха не поднимется выше 25 градусов. В Краснодаре температурный максимум недели обещают на отметке плюс 28. Но подробнее о погоде на завтра расскажут мои коллеги. Телесиноптики в конце выпуска дождитесь. Мы же идем далее. Премьер-министр России высоко оценил итоги уборочной кампании на Кубани. Рекордный урожай края Дмитрий Медведев отметил в ходе совещания в Курской области. Встреча была посвящена теме стимулирования экспорта сельхозпродукций. Задачи продовольственной безопасности решены в целом по стране, уверен глава Кабнина. Только за прошлый год на внешние рынки было поставлено сельхозпродукции и продовольствие почти на 26 миллиардов долларов. Россия вошла в число стран-лидеров по экспорту зерна. На совещании обсудили хорошие показатели уборочной кампании в регионах. Председатель правительства привел в пример Краснодарский край. Есть уже и просто очень хорошие результаты в Краснодарском крае, во всяком случае, по данным администрации. Мне специально звонил губернатор, чтобы доложить, собрано на 19 июля больше 11 миллионов тонн зерна, что на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность в этом регионе хорошая, показатель составляет 61 центнер с гектара. На Кубани уборочная кампания завершилась уже на прошлой неделе. Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, рекордным урожаем регион еще раз доказал, что является гарантом продовольственной безопасности всей России. Реконструкция водопровода, ремонт дороги, благоустройство парка. С такими вопросами сегодня жители Краснодарского края пришли в приемную президента России. От имени главы государства с людьми общался губернатор региона. Вениамин Кондратьев выслушал все обращения. Какие решения теперь будут приняты на местах, знает Александр Иванченко. Лунные кратеры, воронки от снарядов. Как только местные не описывают дорогу в Хутормолькин под горячим ключом. Безжалостным этот участок больше пяти лет остается к любому виду транспорта. От легковушек до грузовиков. Даже военные вездеходы чувствуют себя здесь неуютно. Разбитая дорога тянется на протяжении километра вдоль федеральной трассы М4 Дон и ведет к небольшому хутору Молькин. Живут там чуть больше трехсот человек. И это единственный путь, по которому можно добраться. Отвечают за состояние участка власти горячего ключа. От лица всех хуторян в приемную президента России рассказать о проблеме приехал Александр Тимченко. Обращение мужчины по поручению главы государства внимательно выслушал губернатор региона. В ужасном состоянии дорога социального значения, маршрутки, детей в садик возить, в школу, проезды. Все подъезд совсем плохой. Явно разбита дорога. Вопросы, озвученные на приемах граждан, в долгий ящик не откладывают. И если люди сюда пришли с проблемой, ее не снимут с контроля, пока она не решится. В случае с дорогой в хуторе Молькин сразу стала известна и дата ремонта. На решение нужны деньги. Там, где жильцов больше, уж по-честному, туда деньги в первую очередь и направляются. А там, где чуть поменьше уже по принципу, а чуть попозже, чуть попозже, чуть попозже. А порой чуть попозже растягивается так долго, что уже от дороги остается одно направление. Чем дольше деремонтируем, тем дороже потом все это обходится. И уже совсем другие деньги. Совсем другие деньги. Вот скупой платит дважды. Мы должны это понимать. Я понимаю, ни в коем случае не должны быть и не скупыми, но и не расточителями, хозяевами. Мы запроектировали в этом году, значит, уже провели электронные торги. Буквально планируем уже 22-го, то есть сегодня, заключать договор. Там получается 9 миллионов 713 тысяч рублей. И я думаю, там контракт до конца года, но до 1-го ноября эту дорогу восстановим полностью. Со своими вопросами и предложениями сегодня на прием граждан приехали 5 человек. Пока первые уже общаются с губернатором, остальные ждут в специальной комнате. Видно, что переживают. Правда, нервничать больше стоит все-таки чиновникам. Ответ с них Вениамин Кондратьев может потребовать прямо во время диалога с заявителем. Например, как при общении с Иваном Еременко. Мужчина рассказал губернатору, как в станице передовой у части жителей до сих пор нет газа. И это при том, что к улицам даже построили распределительный газопровод. Люди правы в чем? Что если газ рядом есть, а в дом не заходит. Но это не просто обидно. Знаете, это даже оскорбительно для них. Вот все-таки ваше здесь видение, решение это вопрос. Второй кооператив, который ходит Иван Александрович, там получается такая картина. 117 дворов и где-то порядка 97, которые члены кооператива. Само поселение из-за недостатка денег расписало его и на 18-19 год. Дальше пусконаладочные работы и сдача документов. А вы мне скажите, когда у них газ-то? Я думаю, где-то июль-июнь. 20-го года, да, 100% газ будет. Ну, Иван Александрович, ответ услышали? То есть я еще раз, знаете, всегда даю тем прикид главам, которые в курсе проблемы и не просто докладывают о проблеме, а докладывают о ее решении. Потому что если он докладывает о решении, значит, он на самом деле погружен в проблему. Погружен, исходя из того, что на самом деле чувствует людей, которые хотят эту проблему решить. Я думаю, что пусть возьмем срок до 1 сентября, на всякий случай у нас же все бывает. До 1 сентября, как раз к зимнему отопительному сезону 2020 года, вы будете точно с газом. Жилищно-коммунальное хозяйство – самая частая тема, о которой люди говорят на приемах граждан. Средний износ сетей по всему краю достигает 70%. По поручению губернатора на Кубани ежегодно меняют 5% старых водопроводных труб. В хуторе Ленина Тимошевского района люди ждут, не дождутся, когда вода у них в кранах станет течь без перебоев. Проблеме почти 10 лет. Старые трубы не выдерживают. Из-за постоянных порывов жителям отключают воду. Мы мечтаем, чтобы хотя бы мы были с водой, потому что невозможно маленькие дети ничего не сделать, не помыться, не приготовить, элементарно стирку никак не сделать. Хуторянин Александр Каденец только успел выйти после встречи с губернатором, где рассказала ситуация. А его земляки уже знают, что в этом году им заменят 7,5 километров сетей. Нам выделили деньги и будут строить новый водопровод. Уже к концу года нам должны его сделать. Положительного ответа дождались и жители станицы Марьинской Красноармейского района. Татьяна Тимошенко приехала попросить помощь в создании нового парка. Вроде бы как красивые дома, а вот красивого места для отдыха нет. Хотелось бы, чтобы там была парковая зона, какие-то площадки детские. Озвученная проблема касается не только одной станицы. Похожие ситуации встречаются по всему краю. Венимин Кондратьев напомнил о строительном подходе, который должен быть в регионе. Короче, сразу обозначить приоритеты любому застройщику. Да, ты заходишь, сам не можешь построить, оставь территорию, где муниципалитет построит, школу, детский сад, общественный парк, сквер, спортивную площадку. Оставь эту территорию. Тогда уже за счет бюджета муниципального, краевого мы это построим. Но просто вот так вот тему раз и отодвинуть, нет, она от этого не исчезнет. Она все равно всплывет, а потом наступит период ее решения. Вот сейчас он наступает, люди заселились, а теперь они говорят, слушайте, уважаемая власть, вспомните о том, что детям нужно где-то гулять, что тем, кто постарше, нужна спортивная площадка, нужен воркаут, то нужно просто место, где мы хотим встречаться, ходить, просто зеленые зоны должны быть. А что ж мы не предусмотрели это, когда... Я предусмотрел. Тогда где они? Значит, Венеич, генпланом на микрорайоне Северном предусмотрено было место под сквер, оно на сегодняшний день существует. Я на самом деле готов туда приехать, посмотреть, насколько сегодня мы строим комфортное жилье. Вот не просто качественное, а то жилье, в котором жизнь может поселиться. Потому что безликое, красивое, пусть красивое, но холодное, безликое, такое жилье на Кубани не нужно, 100%. Я убежден в этом. И при том школы, детские сады, парковки, спортивные площадки, поликлиники, они должны строиться не потом, а параллельно. Все озвученные сегодня на приеме граждан вопросы нашли положительные решения. Поручения по каждому обращению занесли в официальный протокол. И теперь контрольное управление будет следить за их выполнением. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. К другим темам. А спрос на цифры будет всегда. 140 лет это подтверждают сотрудники Краснодарстата. Сегодня работники структуры отметили юбилей. В центральном концертном зале собрались верные слуги статистики. В этом направлении работают 700 человек в регионе. На их плечи легла всероссийская перепись населения, учет сельскохозяйственных организаций в крае. Именно эти люди знают, сколько жителей Кубани занимаются малым и средним бизнесом. Во всех этих мероприятиях с органами статистики очень тесно сотрудничают органы власти, муниципалитеты. И только совместно мы могли провести такие масштабные работы. Нам с вами еще предстоит действительно большая скрупулезная работа. И от точности ваших цифр, информации, от их полноты и своевременности зависят действительно достижения и национальных проектов, и стратегий развития региона. За последние пять лет статистам пришлось сделать большой шаг вперед. От ручного способа подсчета они перешли на цифровые технологии. Это позволило быстрее и точнее собирать, обрабатывать, хранить и распространять информацию, касающуюся всех сфер жизни региона. В одной из самых важных сфер ЖКХ началась пара экзаменов. Будущих операторов котельных в нашем регионе готовит единственный учебный центр. Именно в нем сложную науку горячих батарей и неконтрастного душа. Мастера осваивают уже 70 лет. А сейчас к выпуску готовится очередной курс профессионалов. Но прежде чем из учебной комнаты перейти в настоящий цех, студентам необходимо самостоятельно собрать котел или построить котельную. О том, как становятся коммунальщиками, расскажет Кирилл Белонок. Вентили, задвижки и горелки. Разобраться со всем этим непросто. Как открыть клапан или устранить течь? Эти вопросы разбирают три месяца на специальных курсах. Слушатели самых разных возрастов и профессий объединяет их одно. Они решили поменять работу. Моя профессия гидромет-наблюдатель, она сейчас не так востребована. Решил попробовать себя в новом деле. Появился вариант обучения на оператора котельной. Константин работу уже нашел. Теперь его задача – получить необходимые знания. Освоить учебный план несложно. Главное, говорит он, стремление и ответственность. Есть определенный страх, но это просто добавляет ответственности. Справиться со страхом здесь тоже помогают. Рассматривают все возможные ситуации и рассказывают, что делать в случае аварии. Главный принцип на курсах – больше практики. Экзамен тоже не просто рассказ по билетам. Перед выпуском студенты должны знать устройство каждого агрегата. И даже в качестве практического задания делают макет какого-нибудь котла. Константину Харченко достался отечественный БГ-35. Самый большой, один из самых сложных. Но мы легких путей, видимо, не ищем. Мне достался именно он. Делал из подручного материала фактически здесь. Самое простое использовалось. Проволока, металлические скобы. С корочкой, полученной на курсах, новоспеченные коммунальщики отправляются на работу. Строители, экскалаторщики, электрики, лифтеры. Сюда поступают в основном по программам переподготовки. Например, в предпенсионном возрасте. Переподготовка в нашем учебном центре бывает за счет центров занятости. И, соответственно, каждый имеет право обучиться у нас на договорной основе. Получить либо новую профессию, либо пройти повышение квалификации. По статистике, по трудоустройству, в общем-то, 80% у нас трудоустроены. На выбор около 30 специальностей. И каждый год из стен центра выходит до 8 тысяч подготовленных кадров. Хотя, на первый взгляд, учебный план кажется типично мужским. Тонкости горения газа и способы впрыска топлива осваивают и женщины. В топочной части расположены два коллектора. Нижних, верхних. Видимо, все дело во внимательности и усидчивости, которое требуется на этом профессиональном поприще. Уже через несколько недель группа разъедется по всему краю. Следи за бесперебойной работой котельных. А пока последние наставления преподавателей и заверения. Станет трудно, мы не бросим. И через год ждем на курсы повышения квалификации. Кирилл Бионок, Игорь Звенаревский, Кубань-24, Краснодар. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. В Туапсинском районе 5 человек погибли в автомобильной аварии. ДТП произошло рано утром около села Дефановка. По информации Краевой автоинспекции, предполагаемый виновник, водитель ВАЗ 14-й модели, выскочил на полосу встречного движения. И в этот момент по ней двигалась иномарка. От мощного лобового удара передней части автомобилей смяло. Шоферы и пассажиры, которые находились на передних сидениях, погибли на месте. Экстренные службы на место столкновения вызвали очевидцы аварии. Они же пытались самостоятельно оказать помощь пострадавшим, пока не приехали медики. С места аварии в лечебное учреждение были доставлены 4 пассажира автомобиля «Деонексия», среди которых были 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. Последний от полученных травм скончался в больнице. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей ДТП и выясняют все обстоятельства аварии. Почему отечественный автомобиль оказался за встречной полосей, могли ли водители уйти от столкновения. И это не единственная автомобильная авария, которая унесла жизни людей. В Темрюкском районе произошло ДТП по той же трагичной схеме. Снова выезд на встречную полосу и снова шансов выжить ни у водителей, ни у пассажиров не было. Подробности расскажет моя коллега, ведущая программу на стороне закона. Анастасия Дешина, Настя, здравствуй. Расскажи подробнее, что там произошло. Добрый вечер, Катя. Авария в Темрюкском районе, как и на М4 «Дон», произошла рано утром. Около четырех часов столкнулись два большегруза «КамАЗ» и «Форд». Оба автомобиля шли на скорости, а значит и удар получился очень сильным. А если говорить об общей картине аварийности, за минувшие выходные в крае произошло около 30 аварий. И большинство из них именно на трассе. Такие аварии считаются самыми серьезными. Подробнее об этом, а также о спасении на высоте, в прямом смысле, расскажу через полчаса в эфире на стороне закона. Не пропустите. К другим темам. На Кубани отметили День Металлурга. Один из крупнейших в регионе заводов отрасли. Профессиональному празднику подошел с новыми проектами, которые позволят снизить себестоимость продукции. А значит освоить новые рынки. Абинский электрометаллургический флагман промышленности Краснодарского края и занимает третье место в мире по объему выпуска товара. О тех, кто закаляет сталь, расскажет Инна Чайка. В работе Металлурга важна каждая мелочь, говорит Виталий Чуйко. Его трудовой стаж более пяти лет. Работал на многих предприятиях отрасли. Но только здесь, говорит, нашел свое призвание. Эта профессия мне нравится своей необычностью, интересное оборудование и прекрасные люди работают. Сейчас старшие смены готовят к запуску линию, аналогов которой нет в стране. Она будет выпускать новый товар, который востребован прежде всего в строительной сфере. Полированная проволока только набирает обороты в России, но уже достаточно распространена за пределами. В Европейском Союзе. И освоив эту технологию, мы будем ее расширять на наше производство для наших потребителей в России. Инновации и новаторство. Девиз Абинского электрометаллургического завода. Еще один проект – современная электрогазостанция. Она позволит заводу со временем полностью обеспечивать себя ресурсами. А значит, стать более конкурентоспособным. Общая мощность данной электростанции – 48 мегаватт электроэнергии. После того, как мы запустим нашу электростанцию, электроэнергия будет использоваться внутри нашего предприятия, что в дальнейшем позволит нам снизить себестоимость выпускаемой продукции. Однако главной ценностью завода являются люди. Без них даже самое автоматизированное производство работать не сможет. Профессиональный праздник начали с награждения лучших сотрудников завода. Здесь очень интересно. Высокотехнологичное современное оборудование полностью автоматизировано. Это рай для электрика, можно так сказать. Для экономики региона металлургия – одна из точек роста. В 2018 году предприятия отрасли обеспечили 10 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджет края. И десятая часть этой солидной суммы приходится на Абинский электрометаллургический завод. Коллектив у нас дружный очень, сплоченный. И нам любые задачи по плечу. Ну и, конечно же, я считаю, что это чувствует и губернатор, и председатель законодательного собрания, что мы в строю и готовы к выполнению любых поставленных задач. С праздником работников поздравили вице-губернатор Кубани Василий Швец и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Губернатором Кубани Вениаминовичем Кондратьевым определены точки роста экономики Кубани, к которым относятся агропромышленный комплекс и промышленность. Все органы власти прикладывают все возможные усилия для их развития. Парламентария законодательно обеспечивают рост развития промышленного потенциала нашего региона. Помимо грамотного управленческого подхода, безусловно, руководителей ваших предприятий, это в первую очередь заслуга ваша, заслуга простых металлургов, инженеров, столяров. Вы молодцы. Вы очень активно развиваете нашу отрасль, и нам не то, что не стыдно, мы гордимся. Искренне вас поздравляю с Днем Металлурга. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сейчас завод производит полмиллиона тонн арматуры в год. И планы на развитие у предприятия грандиозные. Сегодня мы двигаемся вперед, строим новые цеха, запускаем новые линии. И я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим еще несколько новых линий, новых предприятий, еще несколько сотен рабочих мест. Абинский металлургический завод – это сегодня самое крупное промышленное предприятие в крае. Более 4 тысяч работающих – это более 30 миллиардов рублей объем, оборот годовой. Сегодня металлургия – это уже исконно кубанская отрасль, которая утверенно закрепилась у нас в регионе. За 9 лет работы завод стал известен на Кубани не только своими успехами в металлургии, но и социальными проектами. Так сейчас ведется строительство первого в Абинский бассейна, в котором дети смогут заниматься бесплатно. А еще предприятие оказывает адресную помощь малообеспеченным семьям. А прямо на сцене в честь профессионального праздника руководство завода подарило Абинской центральной районной больнице современный автомобиль скорой помощи. Инна Чайко, Наталья Рогозная, Самир Гачаев, Кубань-24, Абинский район. Ну а вот в Кореновской районной больнице закрылось педиатрическое отделение, но только на время ремонта. За 4 месяца строители заменят электропроводку, трубы, всю сантехнику, приведут в порядок стены и полы. А это больше 600 квадратных метров. Капитальный ремонт выделения профинансировал краевой бюджет. Выделили почти 12 миллионов рублей. Все будет сделано, перепланировано. Добавлением палат, добавлением новых процедурных кабинетов, новых игровых, детских зон, зон отдыха. Мы рассчитываем быстрее это провести, поскольку это детская педиатрия. Ждем перемен, ждем капитального ремонта, чтобы у нас было красиво, уютно. Самое главное, удобно для детей и мам. А пока в помещениях трудятся строители, врачи принимают маленьких пациентов в соседнем здании. На время ремонта педиатрия переехала в пятый корпус больницы. На Черноморском побережье вырос город детства. Под таким названием в Сочи открыли современный детский сад на 120 мест. Дошкольные учреждения по передовым технологиям вызвали в Мацесте. А деньги на строительство выделил крупный инвестор. Ксения Галича расскажет, как приняли новое здание самые строгие критики малышей и их родителей. И сколько еще дошкольных мест появится на курорте в этом году. Восторгу малышей нет предела. И глядя на улыбки, искрящиеся глаза своих детей, счастливы и родители. Отличные условия, вообще замечательный садик. Как бы среди Сочи, мне кажется, это самый лучший садик, который мы вот видели. Очень мне нравится, так красиво здесь. Я хочу посмотреть, что там внутри, познакомиться с воспитателями. А внутри, как и снаружи, все с иголочки. Детский сад возвела компания «Газстрой». И в Сочи это не первый проект, реализованный подрядчиком. Рабочие делают все под ключ. И главный принцип – безопасность. Не было задачи экономить. Все самое лучшее, потому что мы это делали для наших детей. Строя это дошкольно-образовательное учреждение, я с уверенностью могу сказать, я бы сам своего ребенка туда отдал. Потому что мне не стыдно за ту работу, которую мы проделали. В Сочи переезжают люди из других регионов. Плюс увеличивается рождаемость. В итоге очередь дошкольных учреждений растет быстрее, чем строятся детские сады. Бюджет просто не успевает за приростом населения. Но за последние пять лет в городе появились дополнительные пять тысяч мест. И мэрия продолжает искать выход из сложившейся ситуации. Нами принято решение о том, что при строительстве жилья, чтобы бизнес строил и социальные объекты. Это совершенно новая технология. Мы сегодня с вами увидели, что предела совершенства нет. И, конечно, в спортивном зале уже появились тренажеры детские. Уже появилось то, чего мы никогда не видели. Это дошкольное учреждение профинансировало и построило крупная компания-девелопер из Сербии. Они уже возвели в Сочи несколько десятков различных объектов, в том числе и жилых комплексов. Теперь решили, что очередь за детскими садами. Мы социально ответственный бизнес. Мы строим коммерческие объекты. Мы строим жилье в городе Сочи. Но также для нас очень важно построить школу, садики. На примере этого садика мы показываем всему городу то, что нам не безразлично отношение к людям, отношение к детям. А до конца года в Сочи откроется еще один новый детсад на 280 мест и три пристройки, где смогут заниматься 80 малышей. На отрасль образования в 2019 году, на подготовку к новому учебному году, на увеличение мест в школах и детских садах было выделено 271 миллион. Это не считая строек. Стройки порядка полумиллиарда только на 2019 год. По просьбе администрации курорта инвесторы также возведут еще один детский сад в Дагомысе на 125 мест. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы идем далее. Два Кивина покорились кубанским юмористам на юбилейном 25-м музыкальном фестивале клуба веселых и находчивых. Он проходил в городе Светлогорске. Зрителям поднимали настроение 17 команд со всей России. Сразу три из них представили Краснодарский край. Это русская дорога из Армавира, планета Сочи, а также нация из станицы Бреховецкой. Сочинцы забрали награду «Малый Кивин в Светлом», а шутники из Армавира заполучили «Малого Кивина в Золотом». Следствием этих побед это, конечно, очень большая системная работа в нашем регионе, развитие КВН-движения. Также у нас на Кубани работают лиги в Бреховецкой, в Армавире, в Новороссийске и Центральная Краснодарская лига КВН. Поэтому вот он, такой результат получился. Отличный. Столько команд из Краснодарского края оказалось на фестивале впервые. Посетить его юмористы смогли благодаря личному приглашению Александра Маслякова. Кубанская делегация в полном составе снялась и в телевизионной версии конкурса. Трансляция запланирована на осень. А в Ейске шутки дополняло ароматное угощение. В городе прошел фестиваль вареников. В этом году он собрал несколько тысяч участников со всего региона. На набережной профессиональные кулинары и любители развернули обжорный ряд, где гости могли попробовать вареники с самыми разными начинками. Сколько килограммов съели на фестивале в этот день, и кто готовил бесплатное угощение ради победы, расскажет Мария Николаева. Четвертая какая? Фа! Фа! Вот тебя! Четвертая нота, нота фа, нам горилки не хвата. Ой, да, нота, 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 нота! Шуточная проверка нотной грамоты для фестивального настроения. Готовые петь и танцевать и целый день объедаться варениками. Это блюдо знают по всей России. В каждом регионе свои рецепты. Именно фестивали охотно делились и спорили, с какой начинкой вкуснее. Но именно ейский вареник разлетится по всей стране памятными снимками. Этот памятник варенику сейчас самый популярный фон для селфи или семейных фотографий. Кстати, самые лучшие кадры или на фоне вареника, или набережной, или моря смогут участвовать в конкурсе, который будет проводиться в августе, к дню города Ейска. Награду за лучшие снимки в администрации города еще обсуждают. А пока гости праздника сметают со столов аппетитные порции горячих вареников со сметаной или маслом. Такое возможно только на фестивале. Старались местные хозяйки как никогда. Я купила 5 килограмм муки, налепили дома вареником, в общем, где-то 10 килограмм. Ну, так же и участвуем мы, и призы нам дают, и людям не жалко. Пусть попробуют, понравится, в следующем году к нам же приедут. Какие начинки были? Творог был, картошка и капуста. Вареники с различными начинками в этот день стали самым популярным блюдом и в кафе, желающих отобедать со всеми за компанию. Главным фестивальным угощением оказалось много. С картошкой, с капустой, с грибами, с вишней, с клубникой, с творогом. Целая очередь вот стоит только за варениками. Каждый год сюда приезжаем к вам. Именно на фестиваль вареников? Да, весело проходит все, угощение хорошее. Нам здесь все нравится. Есть наш любимый город. Кульминация праздника – открытие обжорного ряда. Здесь пришлось потратить калории и изрядно потолкаться локтями, чтобы заполучить заветную порцию вареников. Брали и себе, и друзьям, и соседям. Главное, чтобы на тарелке места хватило. Весело, это сближает весь народ. И вкусно. Вот ей скажи, вареники вкусные? Очень вкусные. Мне очень нравится. Вкусное тесто, наверное, заварное. Спасибо большое за гостеприимство. Как минимум троим гостям фестиваля маленькими порции точно не показались. В самом любимом конкурсе этого дня на скоростное поедание вареников победил стройный житель Самары. Не ожидал, если честно, поучаствовать в конкурсе. Меня дядька вытянул. Но мне понравилось. Суперприз очень хороший. Я надеюсь, тоже вкусный, как и вареники. Насколько вкусным получился гастрономический фестиваль, можно судить по двум цифрам. За день гости скупили полтонны вареников, а еще 300 килограммов получили бесплатно. Мария Николаева, Игорь Хашубин, Кубань, 24. Есть. Самарский удар по Малаве. В Геленджике российский боксер Максим Власов выиграл бой за титул чемпиона WBO Global в полутяжелом весе. В схватке с африканцем Айзеком Челембой наш спортсмен одержал безоговорочную победу единогласным решением судей. Этого поединка, который приурочили к празднованию Международного дня бокса, ждали тысячи жителей курорта. На протяжении всего боя болельщики поддерживали Власова. Под оглушительные крики фанатов Максим Власов с первых минут взял инициативу в свои руки и уверенно вел все 12 раундов, демонстрируя богатый арсенал приемов. Африканца Айзека Челембу в зале поддерживал легендарный Рой Джонс-младший, абсолютно чемпион мира по боксу в полутяжелом весе. Но малавийскому боксеру это не помогло. Свою победу Власов посвятил Геленджику. Много тренировок, много отдыха, поэтому я рад находиться здесь сегодня, рад этой победе. Я посвящаю ее всем вам. Спасибо. Эта встреча для нашего спортсмена была принципиальной. 8 лет назад в США Челемба выиграл у Власова. Это стало для российского бойца первым поражением в карьере. Ну вот теперь взял реванш. Впереди, как и обещали, подробная информация о погоде и еще будут новости спорта. Дождитесь, у меня же на этом все. До встречи. Спонсор прогноза погоды клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». Удаление варикоза без разрезов и наркоза. Добрый вечер. На большей части европейской территории России сильной жары ждать не стоит. Температурный режим будет вполне соответствовать климату. Но из-за близости атмосферных фронтов вероятность дождей и гроз ожидается повышенной. К примеру, сегодня власть над погодой Кубани поделили между собой гребень антициклона, который очистил от дождевых туч северную часть региона. И атмосферный фронт, облачная гряда которого, сохранила высокую вероятность образования локальных кратковременных дождей с грозами в прибрежных и горных районах края. Завтра в крае местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Вечером и ночью в отдельных пунктах сильный дождь, возможен град. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-22 градуса. В юго-восточных предгорьях местами плюс 12-17. Днем 26-31, местами до плюс 33. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11, порывы 12-14 метров в секунду. Вечером по югу 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-22, днем плюс 25-30. Теперь подробнее о температурах на завтра. На севере края в Ейске, Каневской и Кущевской 27-29 с плюсом. В Приморско-Ахтарске плюс 29-31 ожидается. На востоке в Тихорецке и Кропоткине плюс 29-31. В Армавире и Лобинске плюс 27-29. В Майкопе 26-28 тепла в дневное время. На западе в Крымске плюс 27-29, в Демрике плюс 28-30. В Горячем Ключе, в Придгорях 29-31 выше нуля. В Хадыжинске и Абширонске 28-30 тепла. На Черноморском побережье, в Анапе, Новороссийске и Геленджике плюс 28-30. В Топсе также около 30 с плюсом. В Сочи 25-27 тепла ожидается. Температура морской воды у берегов Черного моря плюс 22-24. Азовского моря 23-24 градуса. Теперь о погоде в Краснодаре. В Краевой столице завтра без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-21. Утром плюс 22-24. Днем температура установится на отметках плюс 29-31 градус. К вечеру термометры покажут 24-26 тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Далее рубрика «Погода на заказ». Наш зритель Николай Криволапов поздравляет свою сестру Тамару Эксузян из города Сочи с прошедшим 20 июля днем рождения. Желает всего самого наилучшего, успехов, радости и удачи. С удовольствием передаем прогноз в Сочи на завтра. Итак, давайте посмотрим, что ждет сочинцев. На протяжении всего дня большая вероятность осадков, кратковременных дождей. Днем до 25, возможно, до 27 прогреется. Вечером 22-24. Ветер слабый. Переменных направлений до 6 метров в секунду. И давление в норме. Продолжим. Ярослав и Анастасия Денисовы передают огромный привет своим дорогим родителям. Денисовым Александру Ильичу и Лидии Николаевне. И поздравляют маму, отцы и души с профессиональным праздником. С Днем Металлурга. Мама работала на одном из самых крупных металлургических заводов России. Будьте всегда такой же красивой и молодой. Крепкого здоровья вам и успехов во всем. Ваши дети всегда будут рядом. Радовать вас, поддерживать во всем и любить. И прогноз в станице Родниковской Курганинского района. Давайте смотреть. До 32 тепла прогреется. Утром есть вероятность осадков. Ветер ощутимый. 12 метров в секунду порыва. Восточных направлений и давление в норме. Что ж, друзья, на этом у меня все о погоде. А эфир продолжат «Спортивные факты». Увидимся. Увидимся.